Привет друзья! Сегодня сделаем простую систему ниппельного паения для кроликов. Для кроликов в трехъярусных клетках. Для примера у меня как раз есть небольшой блок из шести клеточек, которые у меня стоят в незамерзающем помещении, где температура зимой не падает ниже нуля, поэтому мне обогрев воды не потребуется, а значит система будет максимально простая и дешевая. Если у вас кролики содержатся в помещении с отоплением или в подвале например, где нет риска промерзания, то это как раз бюджетный подходящий вариант. Бюджетней сложно что-то придумать. Плюс максимальная простота монтажа и отсутствие специальных инструментов, например, для пайки полипропиленовых труб. Если же вы держите кроликов на улице или в неотапливаемых помещениях, то этот способ паяния вам не подойдет. Также замечу, что у меня в данном помещении в зимнее время отсутствует напорный водопровод, поэтому водоснабжение будет из пластиковых емкостей, питьевую воду в которой я заливаю из 5-литровых бутылок. Основное требование к емкостям воды в них у меня должно хватать на неделю трем кроликам. Это как раз то количество клеток, которые я подключаю к одной 10-литровой емкости. Итак, нам понадобятся емкости для воды. Самый дешевый, доступный и удобный вариант, это 10-литровое ведро с крышкой, которое я покупаю в строительном магазине, в известном зеленом, за 94 рубля плюс 35 рублей стоит крышечка к нему. Повторяю, это цена за 10-литровую емкость из пластика, который, кстати, маркирован как пищевой, то есть для питьевой воды подходит отлично. Если кто-то нашел что-то более дешевое и практичное, поделитесь в комментариях, думаю, всем будет это полезно. Емкость эта довольно плоская, с широкой основой, не совсем в форме классического ведра, поэтому довольно устойчива. Затем нам будут нужны ниппельные паилки под шланг 8 миллиметров. Я заказываю их в Китае, так как это получается почти в два с половиной раза дешевле. Здесь такая паилка стоит от 60 рублей, в Китае около 25 рублей. Почувствуйте разницу. Подождать пару недель для меня не проблема. Там же заказываю и шланг 8 миллиметров из латекса непрозрачный. Я уже в принципе в одном из видео про посылку из Китая показывал такой шланг. Меня он тоже устраивает. К сожалению, со шлангами тема такая. Лучшие шланги это из силикона, но желательно непрозрачные, чтобы вода не цвела. Но цена на силиконовые шланги, даже на прозрачные, сейчас из-за роста популярности самогоноварения выросла больше чем в три раза за последние годы. Силиконовый шланг по цене больше 100 рублей за метр это уже перебор на мой взгляд. Если вам нужно грубо говоря 5 метров, то цена не очень важна. А если вам надо хотя бы 50 метров, то это уже вполне себе ощутимо. Поэтому из более бюджетных остаются, ну бюджетных и доступных остаются шланги из латекса и из ПВХ. Я использовал те и другие. Мне не такое. Латексные шланги, это вот как раз тот непрозрачный зеленый и синий шланги, которые я использую и как раз показываю в данном видео. Так вот, латексные шланги, они непрозрачные, это их плюс. Они довольно эластичные, хорошо переносят изменение температуры. Их главный минус это тонкие стенки. Из-за этого они неустойчивы к перегибам и перекручиваниям. Но если вы аккуратно все установили и подключили, то провели все без особых изгибов, то и перекручиваться в принципе будет нечему. Заказывал в Китае. Там, кстати, тоже выбор очень даже небольшой. Многие шланги стоят столько же, сколько у нас. Вот этот конкретный шланг, который я сейчас использую, выходит чуть меньше, чем за 60 рублей за метр. Плюс в комплекте всякие фитинги для врезки 25-ю полипропиленовую трубу. Тоже как вариант монтажа вполне можно применить. И третий вариант шланга. Это шланги из ПВХ. Крепкий, толстая стенка, гарантированно не перекрутится и не перегнется. Но проблема в недостаточной эластичности. То есть, за сезон соединение с паилкой может начать подкапывать, чего в принципе не происходит с латексом и тем более с силиконом. Плюс при снижении температуры ПВХ теряет остатки эластичности. Ну, дубеет, грубо говоря. Тут даже хомутики не спасают. Я пробовал, но все равно подкапывают, подкапывают соединения. А также в основном такие шланги, они идут прозрачные. Опять же, проблема цветения воды возникает. А промывать такую систему ох как непросто. И последний элемент, который нам понадобится, это пластиковый штуцер с гайкой, который мы установим в нашу емкость для воды. Начинаем монтаж. Сверлим емкость. К сожалению, во время монтажа, мой шуруповерт отправился на гарантийный ремонт и завершать мне пришлось при помощи старенькой дрели. Тут такой небольшой совет, раз уж так вышло. Если у вас, как у меня, на дрели установлен патрон с фиксацией под ключ, который вечно не найдешь в самый нужный момент, хоть скотчем к проводу приматываю, все равно таинственным образом исчезает. Советую приобрести быстрозажимной легкий патрон, которым можно заменить наше крепление. А можно сделать как я, просто ключом один раз зажать ось быстрозажимного патрона в старом и вуаля, у вас дрель с быстрозажимным удобным патроном за несколько секунд и ничего разбирать не надо. Я заказывал такой патрон на Алиэкспресс, но в принципе у нас в магазинах можно его поискать. Итак, мы сверлом 10 диаметра просверлили наши емкости. У меня штуцер диаметром 10 миллиметров, 8 так и не нашел, честно говоря. Да и не надо. Любой шланг 8 миллиметров натягивается на 10 штуцер при помощи стакана кипятка или в крайнем случае зажигалки. Просто усилие прикладываем побольше и ну зато он зафиксирован будет покрепче. Берем штуцер, отрезаем кусочек шланга нужной длины. У меня это длина от емкости, установленной над клетками до тройника перед ниппельной поилкой верхней клетки. Опускаем кончик шланга в кипяток, чтобы проще было натянуть его на штуцер большего диаметра и с усилием надеваем. Надеваем самый кончик, а потом закручивающим движением просто до конца натягиваем. Это важно сделать перед тем, как вставить штуцер в емкость, иначе с учетом прилагаемого усилия либо расшатаете в соединение, либо вообще проломите дно. На штуцере уже установлена черная резиновая прокладочка и при аккуратном монтаже ее вполне достаточно, но я скорее по привычке добавляю немного герметика для надежности соединения. Изнутри емкости фиксируем штуцер гаечкой, которую затем поджимаем гаечным ключом, зажав сам штуцер со шлангом пассатижами. Но помним, что это все пластиковые детальки и нам нельзя переусердствовать. Резиновую прокладочку должно плотно сжать, но не выдавить. Далее, в комплект ниппельной поилке входит тройничок для шланга. Ставим его на уровне поилочки, закрепленной на сетке клетки. Поилочки крепим двумя пружинками на сетку клетки. Продеваем пружинки в дырочке на держателе поилки, затем на выбранном уровне цепляем пружинки за вертикальный прут сетки, оттягиваем с усилием и цепляем крючок держателя нашей поилочки за сетку. За счет двух пружинок поилка очень надежно зафиксировано. Я устанавливаю такие поилочки на высоте чуть выше половины высоты клетки. Над верхним ярусом клеток я установил два бруска, на которые и устанавливаю емкости для воды. Крепление надежное, на один такой блок у меня приходится две емкости по 10 литров, то есть соответствующий вес наши бруски должны выдерживать. Далее просто при помощи тройничков и кусков шланга завершаем подключение системы. Все, замкнули. Теперь заливаем воду, проверяем места соединения и сами поилочки, никаких капель там быть не должно. Проверяем работоспособность и герметичность ниппелей в поилках. Бывает, что они могут быть бракованными, ну там на партию из 25 штук, вот я заказываю обычно, обычно две такие партии, ну там одна-две поилки могут быть не совсем качественными, их просто меняем. При нажатии вода должна течь, в закрытом состоянии ниппель не должен подтекать и подкапывать. Если вдруг поилка с браком оказалась, снимаем крючок поилки сетки, снимаем пружинки, снимаем шланг и затыкаем его большим пальцем, или если шланг силиконовый или латексный, то можно его загнуть, чтобы не текло, поскольку система-то у нас уже с водой. Цепляем новую поилку на сетку и быстро надеваем шланг на штуцер поилки. Все, система готова, запускаем кроликов. При использовании некоторых видов поилок, отличных от тех, что я обычно использую с синими штуцерами, есть такие штуцеры, на которые даже с использованием кипятка шланг не надеть. Тогда воспользуемся спичкой или зажигалкой. Разогреваем кончик пламенем, не поджигая его, просто хорошо разогреть. И быстро надеваем, теперь это легко. Спасибо, друзья, за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова